подъезжаем последние километры последние километры подъема это украинцы встали фотографироваться на фоне пика ip3 который 1234 проехали ялту нкс сейчас доезжаем до поворота на ip3 сейчас чуть-чуть покажем трассу утреннее движение а снимать начнем уже красоты подъема повернули на ip3 там уже европу надо брать профессиональную камеру нормальную вот такая вот дорога на ip3 поворот за поворотом до одни повороты уже конкретно пошел подъем конкретный чувствуется потому что заложила все и уши и нос я знаю поэтому я вам ее не показано 62 километре до бахчисарая где-то на подъеме в гору ip3 дорога конечно так себе под убитая я много но тем не менее очень красиво сейчас поднимемся наверх он ялта еще раз покажу наша машина мы остановились здесь такая площадочка нам дальше ехать в том направлении ползти в гору а вон уже видна и канатная дорога так подъезжаем мы последние километры подъема он уже видно станцию фуникулера поворот и еще продолжаются сужение дороги смотри какой-то выступ за там едем прямо на уровне облаков еще чуть-чуть и въедем в облака вершина ip3 1234 метра в тумане вся это облака так вот мы вот мы и подъезжаем какие есть вот вам пожалуйста станция фуникулера верхняя мы на ip3 вершина на справа в тумане мы решили посмотреть так с другого ракурса облака смотри мы сейчас в облаках будем плохо море не видишь я ух ты не знаю видно это на камере или нет нет смотри мы прямо в облаках мы прямо в облаках так а это украинцы встали фотографироваться на фоне пика ip3 который 1234 метра и прыгают прыгают потому что на улице 16 с половиной градусов тут да я говорю стали такие ся дрожит да вот верхняя станция канатной залазь быстро туристам в крыму дождик нипочем все равно премся да напустился дождик эти дожди в горах это тоже таким прикольное явление явления природы нет плохой повод и все равно как говорится едем дальше на большой крымский каньон через да я бы точно журфак на листа поступал сейчас поворачиваем налево и до соколиного туристы уже поехали полным кодом и